Алине Даурановой 17 лет, но в копилке побед юной спортсменке уже целая куча медалей, как казахстанских, так и международных соревнований. Она одна из лучших конькобежек юниоров страны и уже претендует на место в олимпийской сборной. Выступить на главном соревновании четырехлетия – мечта Алины, но в процессе отбора очень много нюансов, говорит девушка. На олимпийских играх обязательно выступить, желательно не раз, желательно золотую медаль и не одну. Ну, это мечта. Я сделала то, что могла, я сделала норматив, а дальше, если будет отбор, то его надо выиграть, тогда я поеду. Сегодня в первый день спартакиады в Алматы Алина завоевала две медали – золото на дистанции 500 метров и серебро в трех километрах. Среди парней в молодежной сборной тоже большая конкуренция. Впереди очередной этап Кубка мира. Поехать на международное соревнование смогут только четыре спортсмена. Путевки распределят, конечно, среди сильнейших. Сейчас уже начали хорошо смотреть на этот спорт, уже развивается хорошо тоже. И тренера уже другие, сейчас молодые тренера, новые пришли, уже знают, над чем работать. И, в принципе, сборы в Европу, на Европу дают денег. В списке претендентов на переход во взрослую сборную уже несколько ярких спортсменов-юниоров. Однако передавать юных конькобежцев тренеры пока не спешат. По словам главного наставника юниоров Александра Жигина, необходимо соблюдать принцип преемственности и не завышать планку молодым конькобежцам. Если говорить про самих спортсменов, то за счет роста результатов, мы же со временем боремся, то однозначно выросли результаты, потому что конкуренция растет и спортсмены показывают более высокие результаты за счет общей тенденции. Наша задача все-таки для молодежи не создавать такой планку, не повышать для того, чтобы она чувствовала все равно, что нужно выступать на юниорских соревнованиях. То есть, как говорится, всему свое время. Что касается условий, то конькобежцам не хватает мест для тренировок и соревнований. Сейчас в стране всего несколько крытых катков, соответствующих стандартам конькобежного спорта. Алматинский Медео в этом плане стал больше ориентироваться на массовые любительские катания, нежели профессиональные первенства. Несмотря на нехватку катков, карантинные ограничения, когда тренироваться было запрещено, наши конькобежцы показывают отличные результаты на международных соревнованиях. Поэтому на грядущих Олимпийских играх шансы на медали есть. И очень высокие. Адиль Юнирбаев, Медит Сапанов. Специально для Студии 7.